Здарова, хлопцы! Привет, девчата! С вами снова Пых и его жена Аки. Чуть позже она будет в кадре. Вы увидите. Друзья и товарищи, друзья, я знаю, что мой канал смотрят не только те, кто любит Японию, кто интересуется культурой Японии, но и те, кто хотел бы жить в Японии. Поэтому сегодня будет видео с ответом на очень главный вопрос. Сегодня поговорим о том, как уехать жить в Японию. Дорогие друзья, я думаю, на моем канале есть те, кто любит Японию, те, кто интересуется Японии, есть те, кто опять-таки хочет уехать в Японию. И сегодня я расскажу вам о трех способах, о трех путях, которые позволят вам уехать жить в Японию. Первый и, наверное, самый такой своеобразный, немного щекотливый путь, это брак с ограждением Японии, либо брак с иностранным гражданином, у которого есть долгая, долгосрочная, длинная виза в Японии, либо так называемый Эйджукен, это сообразный вид на жительство в Японии. Почему своеобразный, почему щекотливый? Потому что, помимо того, что есть браки по любви, есть также браки, которые заключаются по расчету, и они же, можно сказать, фиктивные браки, то есть брак, который рассчитан для того, чтобы получить визу в Японию. Так называемая супружеская брачная семейная виза, которая с одной стороны привлекает к тем, что она, опять-таки, позволяет работать вам где угодно, в отличие, например, от рабочей визы, так как рабочая виза в Японию, она распространяется на определенную сферу, и если, например, вы получили визу для, скажем, программиста, то вы не сможете работать обычным шофером, либо каким-то там столяром, и наоборот, хотя визы столяра, конечно, в Японии нет. Таким образом, она является, опять-таки, привлекательным, и многие хотят получить именно супружескую визу. В первую очередь, наверное, касается все-таки больше девушек, потому что именно выходцы из Китая, Филиппин, Кореи очень часто к этому племени прибегают, и немало случаев я знаю такого, что именно выходцы из данных стран, они получают фиктивную визу, то есть договариваются как-то с японцами, заключают брак, и тем самым получают визу, супружескую визу в Японию. Например, могу сказать, у меня есть мой сослуживец, сотрудник, с которым я вместе работаю, он именно так и погорел один раз, когда женился на китаянке. Она обманула его, потому что благодаря ему она в свою очередь получила семейную брачную визу, она выучила японский язык, она выучила себя, как он рассказывал, у нее какая-то была сложная болезнь, и впоследствии после того, как она получила Эйджикен, она развелась с ним, причем после Эйджикена прошло всего пару месяцев, как она развелась с данным японцем. Еще второй момент, чем привлекает семейная брачная виза, то что Эйджикен можно получить по ней довольно таки быстро, в идеальном случае можно получить буквально через три года после получения семейной визы. Обычно это занимает как правило от пяти до семи лет, у меня на это ушло порядка шести лет, чтобы получить Эйджикен. В отличие от рабочей визы, по которой вам понадобится порядка от пяти, если не ошибаюсь, до десяти лет в прожитии по работе Японии, чтобы получить последствия Эйджикен. Хотя правило постоянно меняется, возможно, я где-то ошибся. Если вы опять-таки в курсе всего этого, можете написать комментарий мне и поправить меня. Вместе будет, наверное, этому даже полезнее, если обладать такой информацией. Второй момент, второй путь, это рабочая виза в Японию, но здесь нужно понимать, что рабочую визу получить в Японию намного сложнее, находясь у себя на родине, так как, опять-таки, искать здесь не только два основных пути. Это либо устроиться в компании, которая есть в вашей стране, являющейся филиалом какой-то японской компании, и в последующем перейти с Японию, если будет, конечно, такой шанс. А он может и не быть. И второе, это поиск по интернету, то есть найти работу из России, скажем, например, в Японии по интернету. Но здесь шансы довольно-таки минимальные, хотя я знаю несколько людей, которые таким образом находили работу и устраивались в Японию, но опять-таки повторюсь, что шансов найти таким образом работы в Японии очень-очень мало. Однако отмечу, что если, например, IT-специалист, да, программист, то найти таким образом работу шанс увеличивается, потому что все-таки IT-технологии в Японии востребованы, и я уже раз об этом рассказывал, даже не раз в своих видео о работе в Японии, что IT-технологии в Японии развиты, и IT-специалисты очень-очень даже нужны. Впереди, да, кто заметил, шагает моя супруга. Зовут ее Аки. И третий момент, третий, наверное, самый простой, на мой взгляд, при наличии у вас денег и средств, это студенческая учебная виза в Японию. Здесь можно увидеть два направления. Это либо учебное заведение в Японии, то есть это ВУЗ-институт, японский, например, Токийский университет. И второе, это обучение в языковой школе в Японии, то есть изучение японского языка в Японии. Что касаемо, извините, что касаемо ВУЗов, то в Японии они дорогие, достаточно не всем по кошельку, да, не всем по карману, поэтому говорить о них я не буду, да, и сам я в Японском ВУЗе не учился. А если говорить о языковой школе, то все-таки они подешевле. В частности, я могу сказать, что год, примерно год обучения в языковой школе, вам потребуется порядка 700 тысяч йен, то есть, ну, скажем так, чуть меньше 7 тысяч долларов. Опять же, это только за обучение. Не у всех, конечно, это есть, но это наиболее, наверное, простой и самый дешевый способ попасть в Японию. Если вы хотите узнать подробнее о ценах в Японии, о том, сколько нужно проживание на еду, на услуги, то вы можете посмотреть мое видео. Оно есть на канале. Ссылочка на него тоже будет легко выскочить. И также я поставлю еще ссылку в конце этого видео, чтобы могли ознакомиться и посчитать пример, насколько вам понадобится, если, например, вы решите ехать учиться в Японию. Почему я считаю, что последний, третий путь, да, учебная виза, он более оптимальный, потому что он позволит вам понять, нравится вам Япония или нет, и вообще, подходит вам Япония или нет. Например, вы можете приехать на месяц в Японию поучиться и все на себе ощутить, да, услуги, инфраструктуру, привыкнете вы или нет, нравится вам Япония или нет, и так далее и тому подобное. При этом, например, если вам через месяц все понравилось, вы можете потом приехать на год, на два и уже спокойно учиться и жить в Японии. Это, мне кажется, даже самый лучший путь, так как бывают люди, которые приезжают на месяц и впоследствии разочаровываются, но не подходит им в Японии. Если на месяц, то хорошо, просто вы не потратите такое большое количество денег, если, например, вы оформите визу себе на год, а из них вообще планируют, например, два учиться в Японии, и разочаровавшись вы, опять-таки, и деньги выкинете не маленькие, да, не выкинете, конечно, но все-таки на обучение потратили, не зря считаю. Но, с другой стороны, опять-таки, это и ваше время. Кто считает, что год жизни, да, в Японии ему ничем не помог, и тем самым разочарованный, в какой-то степени он уезжает домой. И я считаю, что, конечно, это не самое приятное, что может быть, и, наверное, все-таки не стоит так, да, прямо вот приезжать в Японию. Я хочу здесь учиться, а последующим работать. Еще один, наверное, момент, который хочу вам сказать сейчас, это то, что происходит в Японии, и что сейчас работать в Японии все-таки сложнее, даже после учебы, даже если вы закончите японский вуз. Потому что сейчас вся ситуация, что происходит в мире, она конкретно подкосила ряд компаний, ряд сфер, и многие просто-напросто после того, как заканчивают, уже ищут, конечно, работу, но не могут их найти. К сожалению, да, вот такой момент, и, конечно, он очень неприятный, но это то, что сейчас происходит в Японии. И надо понимать, и, скажем так, грамотно рассчитывать свои силы и ту ситуацию, которая сейчас происходит в Японии, чтобы, например, если вы уже приехали учиться в Японию и в последующем планируете искать работу, наверное, найти сейчас будет намного-намного сложнее. Причем сами японцы сейчас не могут найти работу, а тем более иностранцев. Что касаемо, например, работы для иностранцев, нужно понимать, что иностранцы берут в первую очередь тех, кто является хорошими специалистами для японцев. Иностранец-специалист, если, тем более, он выполняет ту или иную задачу лучше японца, быстрее японца или иметь какую-то высокую квалификацию, он, конечно, будет ценным сотрудником. Опять-таки, такого сотрудника японцы с удовольствием будут нанимать на ту или иную профессию, в отличие от японцев, если, например, да, вы там, ну, не знаю, быстро печатаете, да, а японец печать медленно. То есть одну и ту же работу вы сделаете намного быстрее и качественнее. Понятное дело, что компании такие люди, естественно, нужны. Дорогие друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Теперь вы знаете, какие есть основных три пути, чтобы попасть в Японию, чтобы приехать и жить в Японии. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, не забывайте ставить лайки и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых и, конечно же, интересных видео. На сегодня все. Я желаю вам удачи. Не болейте. С вами был Пых. До свидания. Пока.